Сегодня у нас такая лекция, как мне кажется, на довольно сложную и какую-то немножко страшную тему, со страшным словом климакса. Мне она очень не нравится. Мне не нравится слово «пенопауза» все равно. Поэтому я попытаюсь как-то смягчить максимально все симптомы и процессы, которые связаны с этим периодом нашей жизни. Ну немножко вернемся с самого начала. У нас в течение жизни есть три периода. Догормональный, когда мы только растем. Гормональный, когда у нас появляется масса целей, масса желаний. У нас начинает работать продуктивная система. В общем, мы должны все успеть, все охватить. И постгормональный. Когда мы начинаем успокаиваться, уже нет того интересного, к чему мы стремились вот так вот раньше. Поэтому вот этот период, который мы сегодня с вами рассмотрим, это как раз переходный период с одной стадии возраста, когда еще что-то есть, в ту стадию, когда уже чего-то нет. И тот догормональный период, если вы знаете, называется периодом капхи, с учетом аюрвены. Гормональный период называется периодом битки, постгормональный период варты. Глядя на некоторых знакомых, да, мы как-то иногда бывает, что с ужасом думаем, Боже мой, когда наступит этот период, и это будет проявляться как период нездоровья. И вот этот период ожидания, он немножко как-то устрашает, заставляет нас собраться. Господи, хоть бы пронесло, да? Хотя, в принципе, вот, можно сказать, что это естественный процесс, процесс природный. И поэтому все должно быть спокойно и без каких-то проблем. А почему же получается, что возникают какие-то проблемы? Мы в ожидании вот этого периода болезни, периода нездоровья, я так скажу, да? У нас появляется страх, у нас появляются какие-то депрессивные состояния. А он нормальный, он может прийти спокойно. Главное то, как мы к этому относимся. Это первое. И второе. В этом, конечно, играют большую роль генетические наши наследственные причины. Как было у наших мам, бабушек, что они с этим делали? И что сделать мне сегодня, чтобы вот минимизировать вот те неприятные симптомы, которые были у них? Что это за период? Это период снижения наших женских гормонов, эстрогена и прогестрогена. Но если мы посмотрим больше, да, то можно сразу сказать, что период снижения гормонов, он начинается после 30 лет. А вообще период старения начинается сразу после рождения. Поэтому относиться ко всему нужно достаточно философски. Может быть еще хирургическое вмешательство, какая-то травма или еще что-то случилось. И у нас резко изменился состав. И идет резкое уменьшение гормонов. И тогда, конечно, это стресс для организма, который, когда он не успел адаптироваться, приспособиться, да, и он начинает давать какие-то сбои, какие-то дисбалансы. Если мы знаем с вами, что период вот этот сложный наступает с периода питы и заканчивается периодом ваты, да, то пита – это что за период? Это период метаболизма. Это период пищеварения. Это период гормонального развития. Вот. И раз это гормональный, значит, регуляция идет жирового и углеводного обмена. Я вот сейчас вам тут все-таки нарисую, да, по тканям. Знаете, как идет у нас метаболизм? Сначала это всасывается в плазму, которая называется раса. Метаболизм в расе переходит в ракту. Ракта – мамса, мышечная ткань, я сейчас покажу. Потом идет метха, потом идет астхи, потом идет маджи и шукра. Вот так вот по тканям. Вы знаете, что в организме, кто с аюрведом уже сталкивался, есть семь тканей. И метаболизм идет, переходя из ткани в ткань. Из плазмы поступает кровь, из крови идет мышечная ткань, дальше жировая ткань, после жировой наступает астхи, потом костная ткань. Маджи – это мерная система и костный мозг, и шукра – это репродуктивная система. Так вот, период, который мы рассматриваем сегодня, он как раз находится на периоде метха-астхи, то есть, когда у нас идет жировой обмен, вот, и он переходит в костный. И именно вот вся гормональная система, она относится к жировой ткани. Эстроген в менопаузе имеет большое значение. Почему? Потому что он не только влияет на то, как у нас идет репродуктивная система, спокойно ли у нас переходит с одной стадии возраста на другой, она реагирует, влияет и на последующую костную ткань. Именно поэтому это периодически будет связано с тем, что появляются нарушения в костной ткани, начинает развиваться остеопороз, появляется склонность к легким переломам костей. А вот тот метаболизм жира, да, который происходит на жировой ткани, он тоже находится под влиянием эстрогена. И если эстроген резко снижается, начинается увеличение холестерина. Что такое увеличение холестерина? Начинаются сердечно-сосудистые заболевания, начинают меняться свойства крови. И происходит гипертоническая, может возникнуть болезнь, атеросклероз и так далее. Вот здесь вот у нас есть, я нарисовала вот такую вот схемку, да, немножечко теории хочу показать вам просто, насколько тесно связано, я не пойду, да, насколько тесно связаны и сколько этих органов эндокринной системы. Вот вы видите, и гипоталамус, и гипофиз, и надпочечники, и поджелудочная, щитовидная железа. Сюда же входит и печень, и молочные железы, и наши гонады. То есть и все они переподелены какими-то вот стрелками, идут от одной к другому. Что это за стрелки, что они обозначают? Вот эти вот стрелки, они как раз и говорят о том, что все органы эндокринной системы не просто связаны друг с другом, они влияют на работу друг друга. Одни, гормоны одних органов усиливают действие гормонов других органов, другие могут уменьшать действие органов эндокринной системы. Ну, например, давайте возьмем гормон поджелудочной железы, инсулин. А мы знаем, что поджелудочная железа, я как бы немножко вот буду отступать, она входит в состав не только эндокринной системы, она является и членом пищеварительного тракта, и дает ферменты вместе с печенью для того, чтобы максимально всосать питательные вещества, чтобы вот тот, что я вам рисовала здесь, как идет метаболизм по тканям, да, раз, раз, рак, там, амса и так далее, чтобы он проходил максимально правильно. Так вот, вот этот вот инсулин, для чего он нужен? Ну, коротко говоря, для того, чтобы уменьшать количество сахара в крови. Но есть еще и надпочечники. Адреналин, который вырабатывается надпочечниками, он как раз наоборот, как, вернее, подождите, давайте так, что хочется попроще объяснить. Значит, инсулин уменьшает уровень сахара в крови за счет того, что он переводит его в печень, и там происходит синтез гликогена, он задерживается там. А адреналин, как антагонист получается, он будет способствовать расщеплению вот этого агрокогена, а значит, будет вести к повышению уровня сахара. Гормон щитовидной железы тироксин, являясь синергистом вот гормона адреналина, адреналина, будет опять вести к повышению уровня глюкозы. И вот это вот получается, вот взаимодействие невозможно проследить, насколько тонко и быстро они меняются, потому что те условия, в которых мы живем, да, те психологические нагрузки, которые мы несем в данный момент, в данном месте, как быстро мы должны давать какую-то реакцию. Гормоны подстраиваются и помогают нам выполнять вот эту вот функцию. Поэтому это очень важно и невозможно, скажем так, больше всего вот обратить внимание на что-то одно. Вот повысился уровень сахара, его нужно снизить. Это неправильно. Нужно посмотреть на то, с кем же он еще связался, на кого он еще повлиял, кто еще вместе с ним работает. Не знаю, я, может быть, как-то так сердце жестко чувствую. Может быть. Но та же эндокринная система работает не сама. Она работает в паре с нервной системой. Нервная система стимулирует выработку гормонов. Гормоны влияют на работу нервной системы. То есть, в зависимости от того, мы приложили руку к чему-то, нам поступает команда ее убрать. Нам поступает команда отреагировать очень быстро. Там, допустим, что-то нужно принять, какое-то решение. Это все вот настолько взаимосвязано, что невозможно обратить внимание только на какой-то один процесс. И опять же, возьмем, если тот же гормон адреналия. Вот происходит стрессовая ситуация. Сейчас мы живем все в век ваты, в век быстрых энергий, в век быстрого принятия решений. Везде нужно успеть. Все максимально нужно охватить. И поэтому стрессовые ситуации, они присутствуют у нас практически каждый день. И обратили внимание на то, что много появилось сейчас сахарного диабета. Стали проверять, в чем же дело. Какая же здесь причина. И оказывается, что первым на стрессовую ситуацию реагирует гормон адреналин. Именно он связан со страхом. Именно он приводит к вот этим спазмам и повышению уровня сахара в крови. И чаще всего это бывает не только острый какой-то стресс, какая-то случилась ситуация. Чаще всего это бывает и накопительный стресс. Не успевает организм адаптироваться, выходить из одного состояния стресса в другой. И получается вот такой вот накопительный стресс. И человек получает сахарный диабет. Но опять тот же гормон адреналин способствует спазмам периферических сосудов. С одной стороны, это защитная реакция, потому что максимально нужно обеспечить кровоснабжением органы, которые отвечают за жизнедеятельность организма вообще. Но вот эти вот спазмы приводят к тому, что нарушается опять-таки функция сердечно-сосудистой системы. Повышается давление. Сердце начинает работать немножко в другом режиме. Что же с этим совсем делать? Как относиться к вот этим симптомам, которые непонятны? Невозможно выпить какую-то таблеточку. Я вам для чего это как бы все рассказываю, чтобы вы понимали, что одна принятая какая-то таблеточка от какого-то симптома, от той же головной боли, от того же повышения уровня страха, ой, уровня глюкозы, от той же бессонницы, не может дать эффекта длительного. Потому что, получается, мы симптом устранили, но не подействовали на целую систему, которая работает в организме. И все возвращается. И мы с одной таблетки переходим на другую, с другой на третью. Это мешает нам жить и работать. И здесь нам на помощь приходит аюрведа, потому что она не рассматривает какой-то конкретный симптом. Она рассматривает организм как целостную систему, да? И в целостной системе вот совокупность каких-то симптомов будет, вот можно следить благодаря вот этим дошам, вапи, питы и капхи. Можно следующий слайд там? И вот, допустим, при дисбалансе ваты, что чаще всего мы замечаем, с чем чаще всего приходится встречаться? Это нервное напряжение, это перемены настроения, это всегда беспокойство, это бессонница, это запоры, вздутие живота, быстрая утомляемость, спазмы и анемия. Если мы посмотрим на психологический портрет ваты, то это человек, который фонтанирует идеи, у него масса идей. И вот эта вот масса идей, вот это вот насвоение, то одно, потом другое, потом третье. Вата редко что делает? Она в основном говорит, а давайте сделаем вот это, а давайте вот это, ой, я еще прочитала, давайте вот это. Работает в основном питая каппа, а вата вот, она вся в фонтанах. Поэтому вот такое, она постоянно в состоянии спазмов, постоянно в напряжении, и ей, естественно, нужно расслабление. Потому что именно в состоянии расслабления может восстановиться и организм максимально по возможности может адаптироваться к той или иной ситуации. При дисбалансе питры наблюдаются какие симптомы во время менопаузы, в тот же период, о котором мы говорим, да? Раздражительность, гнев, нетерпеливость, повышенный аппетит, потребность в сладком. Головные боли, они чаще всего бывают медленозного характера, потому что просто боли, это больше будут ваты такие, а при убитой чаще всего медленозные головные боли. Потривость, чувство прилива, жар, который будет по ночам, который дает покраснение кожи и чувствуешь себя не очень как бы хорошо, особенно когда идешь, встречаясь знакомых, и люди не понимают, что же, где же тут только что было. Давайте следующее. Дисбаланс капхи. Капха, она самая спокойная такая, скажем так, и поэтому ей чаще всего будет соответствовать апатия, лишний вес, задержка жидкости, слабая пищевария. И вот это вот все, то есть как бы явление застоя, а там, где есть застоя, там начинается какое-то заболачивание, а заболачивание, это может быть частые, дрожжевые, какие-то, вагинальные инфекции, которые очень плохо поддаются лечению. То есть сначала вроде бы как все прошло, а потом смотришь, это возвращается обратно. Еще раз это говорит о том, что нельзя лечить какой-то один симптом, надо брать в кокриксе. И если посмотреть на то, как проявляется у меня именно пауза у каждой конкретной женщины, то вот иногда это вот как мы собрали приблизительно, да, разделили на две части. А бывает так, что и есть симптомы и с первой части, и со второй. И с первой, и со второй, и с третьей. То есть все настолько переплетается, что за что же браться? Ну, начать нужно с того, что вата наша основная доша, в плане в каком основная? Из-за того, что она отвечает за движение, она помогает двигаться и огонь без воздуха не горит, да? И она движет нашей каплей, в жидкой части, чтобы не было, как я говорила, застоя. Поэтому начинать все равно нужно будет с ваты. Что же в конце концов делать, вот, начинать как это лечение? С чего же, на что больше всего обращать внимание? Ну, прежде всего, нужно вспомнить о том, какие основные правила сбалансированной шнедельности нам рекомендует олимпеды. Прежде всего, режим сна и бодрствования. То есть, желательно ложиться в одно и то же время и вставать тоже в одно и то же время. Почему? Потому что режим – это первое, что регулирует вату. Второе – это физическая нагрузка. Ну, физическая нагрузка здесь тоже, опять-таки, нужно учитывать и какой дисбаланс на сегодняшний день выражен, и какое практике у человека, какой вы есть по Конституции, что, чем усилить вашу Конституцию, чтобы ее сбалансировать. Значит, и физическая нагрузка здесь будет у каждого, конечно, разной. Если это люди склонные к вата Конституции больше, то их физическая нагрузка – это йоги, это пилатес, это ходьба, возможно, плавание. Если это дисбаланс спиды, то здесь, конечно, нужна физическая нагрузка где-то до состояния пропотевания. Ну, а карта, конечно, которая самая тяжелая из всех, ей, конечно, нужна физическая нагрузка побольше, самая большая физическая нагрузка, которая может быть. То есть, это не просто ходьба, это не просто карты нагрузки, это могут быть какие-то и силовые, и просто одной ходьбой здесь не обойтись. Но если до этого ничем не занимались, то, конечно, начинайте просто с ходьбы. Поставьте себе какой-то гаджет где вы можете учитывать сколько шагов вы сегодня проходили и где-то 10-12 тысяч шагов начинайте ходить. Вам станет легче. Вы увидите, что у вас появляется желание сделать что-то еще. Делайте суставную гимнастику, начинайте делать суставную гимнастику, которая точно так же потом подскажет вам сама. Тело подскажет вам, что ему нужно делать. И третье, конечно, медиетические мероприятия. То есть нужно соблюдать режим, соответствующий вашему прагмите. Опять же, с учетом дисбаланса, который на сегодняшний день есть. Кроме того, желательно заниматься деятельностью, которая доставляет вам удовольствие. То есть вам должно быть приятно. То, что вы делаете, оно сразу вас успокаивает, а не держит вас в тонусе. Держит вас в тонусе, значит, не будет такого баланса, скажем так, тоже. Пейте горячую воду. Сейчас многие говорят о том, что нужно пить горячую воду. Почему нужно пить горячую воду? Потому что, во-первых, горячая вода успокаивает, горячая вода снимает спазмы. Горячая вода несколько облегчает работу печени и поджелудочной, когда мы хотим восстановить дисбаланс ваты, то есть восстановить агни, да? А печень и желчный пузырь, мы знаем, это спички, которые поджигают то такое пищеварение. И если у нас не варится, а томится, то у нас получится не тот бульон прозрачный, в котором видно, что мы туда бросили, а у нас какой-то получается суп-пюре. Поэтому, добавляя в каждое общество сейчас горячую воду, вы стимулируете свой агни. Агни улучшает агни в дождь, переходя сразу на рак, на мамство и так далее. Кроме того, горячей водой лучше же грязную посуду, да? Жирную особенно посуду. А жирная посуда в нашем организме это значит накопление амы, накопление вот тех подшлаков. И чтобы выводить эти шлаки, их легче растворять, именно вот когда поступает темная структурированная вода, вот эта вот, которая прикипела допустим 10-20 минут для ваты, ну где-то минут 20 для пипы и 20-30 минут для капки. Чем больше она варится и пипит, тем больше она завоздушивается, да? Капайте в нос анутаил. Вы знаете, наверное, такие капельки, которые просто увлажняют слизистую и способствуют уменьшению застойных явлений капхи, потому что дом капхи, если вы знаете, это верхняя часть туловища, это легкие и голова, поэтому часто есть такое ощущение как бы не свежей головы. И анутаил будет оттягивать этот вот слизь, способствует немножко как будто бы осветлению головы. Это первое. есть такие данные, что при закапывании анутаила раздражаются центры, которые стимулируют выработку своих стволовых клеток. О стволовых клетках, наверное, все уже слышали, да? Но если мы берем чьи-то стволовые клетки, то мы не знаем, из какой ткани эти стволовые клетки, и что они, какую ткань они будут стимулировать в нашем организме. А стимулируя стволовые клетки свои, организм тут же решает, куда их направили, какую ткань нужно облегчить, что нужно сделать. Принимайте, конечно же, какие-то фитопрепараты. Ну, например, фитоэстрогены, конечно же, было бы неплохо. Такие, как шатавали, да? Но, опять-таки, здесь нужно соосторожность с учетом того, есть ли какие-то разрастания на половых органах, есть ли фиброниомы, гисты, мастопатии и так далее, чтобы мы не спровоцировали рост этого всего. Принимайте поливетаминные препараты, которые будут стимулировать обмен веществ. Принимайте рассоян, которые будут давать силу вашему организму для того, чтобы более сильный организм есть такое понятие в аэроэролидах как сила организма и сила болезни. И чтобы поведить силу болезни, нужно иметь свою достаточную силу, да, чтобы справляться. Мы все равно не можем сделать что-то вместо организма. Мы можем только дать то, с помощью чего организм восстановится сам. Обязательно необходимо, как я считаю, проходить технику трансцендентальной медитации, потому что на сегодняшний момент это успокаивает вот тот ум, который у нас сейчас занят решением массной проблемы. Успокаивает не только ум, и восстанавливает вот эти физиологические процессы, потому что, как я говорила, о том, что нервная система, она очень связана с гормональной системой. И влиять на что-то одно смысла нет, а вот как раз трансцендентальная медитация, она влияет на всю нейроэндокринную гуморальную регуляцию в организме всех процессов. Ну, назначение, допустим, препаратов, которые есть на сегодняшний день, представлены вот аэрологические в разных клиниках. Опять же, здесь нужно подходить с учетом того, какая у вас практика, какой у вас больше выражен дисбаланс. Может быть, сначала нужно назначить один препарат, а потом другой. Может быть, мне нужно сразу начинать шатавари, а может быть, нужно назначить шатавари, а может быть, нужно назначить дашаму, а может быть, все-таки нужно сбалансировать агни и подействовать сейчас на желудочно-кишечный тракт, помочь печени и поджелудочной восстановить вот это равновесие, и тогда опосредованно действие начинается на гормональную функцию, и здесь мы можем попробовать и дизамак, и дашаму, которые действуют комплексно, а также ашлагана, которая восстанавливает функцию как гормональной системы, так и пищеварительной. вот эти все варианты, которые возможны, они возможны только после того, как вы приходите и с вами беседует врач. Нельзя дать четких установок, потому что мы же не представляем себе какого-то среднестатистического человека, мы же индивидуальны, и здесь нужен индивидуальный, конечно, подход, поэтому я не могу вам сейчас называть четкие, конкретные варианты, что же делать. Вот общие, да, дальше вы приходите, допустим, к нам в клинику, вы проводите пульсодиагностику, мы проводим, предлагаем вам такие очистительные процедуры, как панчекарма, которая больше всего нужна для ваты биты и восстанавливает правильные агнии. Тогда вы не просто теряете вес, у вас восстанавливаются вот эти вот связи, как я говорю, между нервной и гормональной системами. Начинает правильно работать организм, вы начинаете лучше чувствовать запахи, лучше ощущать вкус еды, и не понимаете, как вам раньше нравилось это кофе, оказывается, оно совсем обычное, ничего интересного в нём нет. А когда вот организм находится в состоянии дисбаланса, то, конечно же, кофе нужно для того, чтобы стимулировать, организм просит его, нужен стимулятор, нужен чай, нужно кофе, подстимулируй, я сам не могу, у меня не получается. Мы просто на это никогда не обращаем внимания. Ну, мы не просто каждый из нас уникален, да, каждая женщина, как я считаю, уникальна тем, что только женщина может чувствовать, как у неё бьются два сердца, или три сердца. С учётом сегодняшней, такой вот нашей сложной, и в то же время трудно объяснимой темы, да, что нам делать в этот период переходный, я бы хотела вот немножко поговорить с вами о другом. Давайте подумаем о том, вот всё, что я сегодня рассказывала, это касается же нашего тела, да, это не касается ума, это не касается вашего духовного аспекта. А что такое наше тело? Вот вообще мы задумываемся о том, какую роль оно играет в целом, да, нужно же как-то брать на себя ответственность, и вот эта именно пауза как раз в тот момент, когда обретаете мудрость, вы выполнили свою функцию, дети подросли, на работе всё уже восстановилось, всё ясно и понятно, теперь вы можете никуда не торопиться, а остановиться и наконец-то подумать о себе. Так, а что же я делала так, а откуда появились у меня какие-то боли, а откуда вот это вот нежелание пойти, повеселиться с друзьями, как это было раньше. Лучше я полежу дома на диване. И вот тело начинает вам как бы подсказывать о том, что немножко нужно по-другому себя вести. Мы же слышали всегда, что надо любить себя, а любить себя это кого? Это любить как раз наше тело. Как выглядит наше тело? Оно выглядит так, как мы о нем думаем. А как мы о нем думаем? Какое-то определенное время мы вообще о нем не думаем, да? Быстрее как-то чесалось, оделось и побежало. Мне нужно туда, мне нужно то, мне нужно решать совершенно другие вопросы. Как мы о нем думаем, так оно и выглядит. когда мы начинаем переживать по поводу каких-то появившихся болезней, тело тоже откликается. Если вы много думаете о плохом, то плохое как бы и приходит, да? Появляются эти болезни. Если появляются какие-то негативные мысли, негативные мысли вызывают негативные эмоции. Негативные эмоции приводят к состоянию нездоровья. Но как только вы начинаете думать о чем-то хорошем, радостном, вы и выглядите моложе. У вас и интерес к жизни появляется. Резервы нашего тела, они безграничны. И думать о том, что мы начинаем стареть, вот как бы неправильно. Не нужно об этом думать. Нужно думать о том, что же нужно сделать в следующий раз. Какие-то ставят цели. и наш организм как самовосстанавливающаяся система может восстановиться несмотря на какой страшно поставленный диагноз. Главное верить в себя и доверять природе, потому что природа всегда нас защищает на каждом пути. Когда мы собираемся что-то съесть, бывали такие моменты, что мы даже не думаем о том, а кому это нужно, это будет ли мне полезно, хочет ли этого мое тело, или дай бог я сейчас съем торт, о боже, я же поправлюсь, или что-то там еще, какие-то мысли. А подумайте о том, даст ли это эффект вашему организму. посмотрите на то, что нужно согласно вашему типу конституции. Начинайте принимать вот те продукты. Пусть это будет не сразу, точно так же, как и с физическими нагрузками. Кто-то занимается давно и не понимает, как это не делать каких-то физических упражнений, а кто-то начинает делать суставную гимнастику, начинает ходить, и у него появляется все больше и больше желания сделать что-нибудь еще, и так появляется какой-то уже свой выработанный стиль и зарядки, и гимнастики, и так далее. Для красоты мы тоже пьем какие-то таблетки, да, делаем какие-то уколы. Ну, а может быть, стоит подумать о том, что сделав какие-то промасливающие массажи, напитав наше тело, напитав нашу кожу, она станет более упругой, более подтянутой, не такой сухой, и исчезнут все высыпания на коже. И вообще промасливающая процедура, если говорить о промасливании, да, то если вы ухаживаете за телом, то тело ответит вам и покажет вам те формы, к которым вы стремитесь, не нужно ничего где-то натачивать, где-то убирать. Вот. Тело любит гулять на свежем воздухе, тело любит плавать, тело любит танцевать, тело любит массаж, тело любит общение, только это общение должно быть приятное, конечно же. Тело любит любые занятия, которые приносят вам радость, когда вы получаете удовольствие. И тело любит точно так же что-то вкусненькое, и от этого вкусненького вы не поправитесь, потому что вы получили удовольствие. Тело всегда просит удовольствие. Вы, наверное, замечали, что если какая-то была стрессовая ситуация, то хочется что-то съесть, и обязательно съесть сладенькое. Но кто-то не сладенькое, кто-то другое что-то, но обязательно слушай. Почему? Потому что организм тоже хочет переключиться на что-то другое и получить хоть какое-нибудь удовольствие. Опять-таки не нужно придерживаться каких-то особых догм, что нужно делать только так и никак иначе. Айовида рекомендует те процедуры, те питательные вещества, те упражнения, которые рекомендует Айовида, желательно выполнять хотя бы процентов на 80, а на 20 процентов вы выполняете то, что вы хотите, что вам больше всего нравится. И поэтому я бы хотела вот сегодняшний день, чтобы каждый из вас вспомнил о том, что мы частичка большой вселенной, где правят любовь и гармония. Поэтому любите, будьте любимы и гармоничны. Всего вам доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ